Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Объем бюджетных кредитов, соответственно, увеличился с 15 до 16,5 миллиардов рублей. Таким образом, отмечают в областном правительстве, удалось выполнить задачу, поставленную в прошлом году губернатором, не допустить роста госдолга и сократить его. Задолженность уменьшилась на 170 миллионов и на данный момент составляет 26 миллиардов рублей. Также пресс-служба областного правительства сообщила, что с федеральным Минфином заключены дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетной задолженности. В течение 7 лет на общую сумму 15,5 миллиардов. Это позволит не сокращать обязательные расходы бюджета Кировской области. Программа Экономика. 500 тысяч рублей направят на привлечение высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа. В регионе разрабатывается комплекс мероприятий по стимулированию переселения соотечественников из-за границы. Он войдет в программу содействия занятости населения. Привлечь предполагается специалистов, рабочих по профессиям и специальностям, которые востребованы на рынке труда региона. Каждый год на это будет выделяться по 500 тысяч рублей. Тем, кто примет решение о возвращении в Кировскую область, будут предоставлены необходимые меры соцподдержки, медицинские и социальные услуги, а также оказано содействие в трудоустройстве. За весь период реализации подпрограммы в Кировскую область планируется переселить не менее 375 человек, заявляют в службе занятости. Резиденты ТАССР смогут сэкономить на налоги на имущество, снизить ставку для них предложило Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Ставку хотят обнулить на 10 лет, что должно привлечь в регион больше инвесторов и повысить конкурентоспособность области по сравнению с соседними регионами, где тоже создан ТАССР. При этом отмечу, что нулевые ставки на 10 лет установили Татарстан, Коми, Пермский край, Вологодская, Нижегородская области. Что касается налога на прибыль, он будет составлять 5% в течение пяти первых лет и 10% с шестого по десятый. В ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект. В завершение валютах доллар сегодня 55,83, курс евро 69 рублей 61 копейка. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.